Переселение граждан из аварийного жилья – задача приоритетная, но не всегда успешно выполнимая. Без контроля сверху тут никак. В понедельник губернатор региона лично ознакомился с ходом строительных работ в Приволжске. Дома по адресу станционный проезд ввели в эксплуатацию в конце апреля. Сегодня – хэппи-энд. Ключи от нового жилья получили более 10 семей. Ирина Власова после окончания всех работ свою квартиру видит впервые. Просторно, приятный ремонт. Замечаний нет. По крайней мере, пока. Пока нет. Пока ничего не планируем. В дальнейшем, наверное, придется. А пока нет. Даже как вы можете посмотреть, все в нормальном состоянии. Артем – еще один жилец этой квартиры. Уже выбрал свою комнату. Теперь вот думает, где какую мебель разместит. Новый дом мальчику нравится. Вот только гулять пока негде. Двор не благоустроен. Под окнами только лужи и грязь. Хочу, чтобы появилась площадка детская. Качели, горки, карусели. Благоустройство дворов – это следующая задача. Сейчас приоритетное – достроить то, за что взялись. На улице Фурманова настоящий микрорайон для переселенцев. Многие дома уже готовы и заселены. В четырех работы неумолимо близятся к финалу. Срок сдачи – уже в июле. Один из домов с самой высокой степенью готовности показали губернатору. Здесь работы практически завершены. Готова внутренняя отделка, подведены коммуникации. Чего не скажешь о трех других домах по соседству. Электрики нет, газа нет. Если к этому дому у нас электрика, в общем-то, нет проблем подключения, то по тем домам нет ни работ, ни денег. Говорят с вами президента, где деньги их. Там он для Франции вопрос стал, да? Значит, деньги. Нам пришлось скорректировать по всей сети с учетом тех заявок, которые сделал район. Вот, мы, чтобы не задерживать электрику, разделили сейчас на две части. Газ отдельно, электрика отдельно. Времени остается критически мало. Решать все проблемы во всех домах для переселенцев нужно параллельно. Следить за реализацией программы на финишной прямой губернатор будет лично. Значит, полная ясность должна быть по естественным срокам строительства, подводам коммуникаций. И полная ясность должна быть по замечаниям. Как говорится, яфты, пароли, даты, деньги и все прочее. И, Юрьевич, у вас тоже. Я секретарем, работать не пойду. Эти вещи извольте и сделать. Значит, коллеги, если у меня нет вопросов, еще раз подчеркну. Важнейшая на это задача. У всех. Бюрократические проволочки в итоге могут обернуться серьезными финансовыми потерями для региона. Сорванные сроки введения жилья будут караться штрафами. И ответственность за это понесут должностные лица в муниципалитетах, допустившие волокиту. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район. Мне 30 миллионов муниципалитет.